Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Дева. Общий астрологический прогноз декабрь 2022 года. Месяц начинается приятно с разворота Нептуна в вашем седьмом доме. Это о том, что возможно улучшение ситуации в отношениях со значимыми другими людьми. Это может быть любой значимый другой человек, от супруга до друга. Враг может стать другом, кстати, то есть перевод отношений в позитивный ключ. Также отношения с клиентами, больше клиентов. Кто-то выйдет замуж, женится. Кто-то трудовой договор будет заключать рабочие, какие-то контракты. В общем-то месяц благоприятен для любых сделок, для любых партнерств, для любого взаимодействия, которое тет-а-тет. То есть в паре, парно. Консультации, то же самое про этот месяц, очень-очень хорошо, благоприятно. Партнерство союзы, дружеские деловые соглашения, трудовые договора, контракты. Все это лучше подписывать до 29 декабря, потому что с 29 ретро-Меркурий уже у нас. То есть росписи в ЗАГСе, особенно это первый официальный брак. И документы, которые оформляете с клиентами, для клиентов, консультации, также иски в суд, если вы подаете. Это делать до 29, а с 29 декабря 22 по 18 января 23 все вышеперечисленное. Напротив, делать не стоит, не следует, потому что неблагоприятный период. Следующее событие, Меркурий переходит в знак Зодиака Козерог 7 декабря. Также в Козерог переходит Венера 10 декабря. В этом же знаке Зодиака Солнце 22 и Новолуние, то есть Солнце в сравнении с Луной, 23 декабря. Козерог. Для вас Козерог это пятый дом, один из самых приятных домов гороскопа. И, соответственно, этих энергий будет больше всего в декабре. Козерожих. Что значит Козерожих для вас? Любовных. Любовь между мужчиной и женщиной. Поэтому, если вы одиноки, очень много шансов, множество шансов встретить любовь. Ходить на свидания можно по Меркурию уже 7 декабря. Признаваться в любви по Венере можно уже с 10 декабря. Новые отношения начинать с 23 декабря. Серьезные, особенно, очень хорошо. Но, повторюсь, до 29. Если вы заключаете брак, то вот в конце декабря, то это 23, то 29 только. Дальше уже можно в январе, после 18 уже. Романтика, флирт. Вот о чем этот месяц. Про путешествия приятные с любимыми людьми. Романтические. Если вы уже в паре, возобновление страсти. Старайтесь, делайте что-то ради этого. Если вы сейчас в теме детей, то это любовь к детям. То есть, смотрите, какая ситуация. Если вы сейчас одинокий, то вы встречаете любовь. Если вы встречаетесь, переводите на следующий уровень. Если вы в браке, то вы делаете детей. Если у вас уже есть дети, то это взаимоотношения с ними. То есть, это поступенчато. И в зависимости от того, на каком вы сейчас уровне, вы придете на следующий. То есть, интимная связь может дать плод. У кого уже есть плоды, они тоже дают плоды. Дерево рода. Тоже об этом этот пятый дом. Как радость жизни. Как праздник жизни. Как праздник в роду. Как будто бы собралась вся семья и празднуют. Детская энергия. Развлечение, отдых. Любовь у детей. Может быть, если они уже взрослые. Детские праздники, а также спортивные и творческие праздники. Состязания, соревнования. А если вы сейчас свободны. И, собственно говоря, сами себе ребенок. И не планируете детей. И, в общем-то, ушли в разумный эгоизм. В творчество. В разумное творчество. В разумный эгоизм. В разумное проявление себя. В спортивное проявление себя. Может быть, вы хобби свое монетизируете. Или открываете свое малое дело. Бизнес, основанный на любви. Выросший из увлечений. Или бизнес с любимым человеком. Тоже для этого очень хороший месяц за декабрь. То есть для всего, что вы любите. Для совместных с любимыми людьми занятий. И это может быть занятие любовью. Или это может быть занятие делом, бизнесом. Кто выступает на сцене, тоже хороший месяц. Засияйте, как звезда. В целом, у вас такое созидательное творчество. То есть созидательное — это значит с разумом. И разумный эгоизм, еще раз подчеркиваю. Любовь к себе и к всему, что вы скажете. Это мое. Это моя любимая женщина либо мужчина. Это мои любимые дети. Это мое любимое хобби. Это вообще все мое. И я это люблю. И я это буду продвигать. И это будет сиять, как новогодняя елка. Сверкать всеми огнями радуги. Вот этой энергии больше всего в месяце декабря для вас. Также речь можно вести и о карьере. То есть не только любовь, но и карьера. Больше всего, конечно, любви. Любовь, брак, парность, дети, романтика, флир. То есть вы видите, как здесь все может быть. Вот все, что касается любви, может быть. Кто-то находит любовь, кто уже женится. Абсолютно все. И это новое что-то. Это наполнение. Здесь нет речи об уходе кого-то либо чего-то. Здесь нет речи о расставаниях либо разводах. А вот где может быть убыль, это в плане карьеры и работы. Потому что полнолуние в вашем 10-м доме может означать, что вы выходите на пенсию или увольняетесь, или берете отпуск, или сокращение. Или сокращение в должности, по должности ниже опускаетесь. Или зарплаты, ну или в принципе сокращают вас. Например, завод закрывают. Вот, к сожалению, да, должна вас потом предупредить. То есть что может убыть, это работа. Но, с другой стороны, снова-таки, если у вас ее и так нет, тогда она прибудет к вам. Полнолуние — это всегда двоякая ситуация. Две стороны одной медали. Вот представьте себе такую ситуацию, что два человека — типичные представители знака Зодиака Дева. И есть одно рабочее место. Вот пенсионер Дева уходит, а молодой человек Дева приходит на это же самое место. Вот вам банальный пример того, как одни, кажется, и те же представители, типичные представители знака Зодиака, как у них может по-разному проигрываться жизнь. То есть это о круговороте воды в природе. Луна отвечает за воду. И полнолуние — это всегда приливы. А потом идут отливы. То есть кто-то по-любому уходит, сливается, и кто-то по-любому приходит, приливается. То есть вы должны видеть это так. Но это что касается работы. В плане любви только прибыль, приход. И денег будет к вам тоже приходить больше. И если вы уходите на пенсию или в отпуск, то вас ждет пенсия. Потому что Юпитер в восьмом доме 20 декабря — это о пенсии. Итак, если вы ждете денег от государства, пенсии, субсидии, льгот, вот по страховке, по больничному листу, то они прибудут уже по Юпитеру с 20 декабря. Если вы ждете денег от супруга, чтобы он вас обеспечивал, например, вы хотите стать домохозяйкой, или вы входите в декретный отпуск уже и не можете сами работать, тогда с 16 декабря, 16 декабря Херон становится директным в вашем восьмом доме чужих денег. Херон — это знак партнерства и супружества. То есть у вас есть возможность получать деньги от супруга, либо супруги. Это могут быть совместные капиталы. А по Юпитеру в восьмом доме с 20 декабря деньги от государства. Также это может быть помощь частных благотворительных организаций. То есть либо вы в государственные какие-то органы обращаетесь, например, за гуманитарной, социальной, иной помощью, медицинской помощью, либо в частные компании, организации, корпорации, медицинские учреждения, благотворительные фонды, индивидуальные, да, то есть и государственные, и индивидуальные, в любом случае вам приходит помощь. И здесь она материальная, то есть выражена непосредственно в финансах. Это может быть не в прямом смысле деньги, а, например, скидка, или льгота, или какой-то особенный талончик, или талончик, который можно продлевать, какие-то долгие, длительные выплаты. По Юпитеру это долго, и в следующем году вы тоже можете их получать. В целом Юпитер, конечно, в восьмом доме это о том, что Дед Мороз пришел к вам с благотворительными средствами. Что это за средства? Смотрите сами. Здесь кто-то, может быть, поможет вам выплатить, закрыть свой кредит, или кто-то подарит вам какую-то энную сумму денег, которую вы будете просто копить, просто держать в мешочке, в кошелечке. В любом случае, Юпитер в восьмом доме это очень хорошо, уважаемые представители знака Зодиака Дева, потому что восьмой дом это не только дом денег, но и дом кризисов. А Юпитер это планета, которая эти кризисы может расширять, да, должно вам сказать, но лишь для того, чтобы они наконец-то лопнули, прошли, закончились, чтобы все это вылилось наконец. Опять ассоциации, можете представить, как кошелек, либо мешок, наполненный деньгами, это ой, уже так много, что уже вываливается. То есть это расширение, может быть, вы, например, болеете, да, и вы не сможете больше скрывать свою болезнь, и тут же вам помогают, потому что замечают. Также это может быть беременность, тоже уже настолько расширение, что уже все замечают, но и тут же вам помогают, уже помогают и сумки донести, и двери открывают. То есть это тот случай, когда уже видно, что вам нужна помощь, то есть ваша проблема, бремя, либо какой-то еще важный этап в вашей жизни настолько наполнился и настолько расширился, что уже все это видят, то есть это уже заметно всем, и люди хотят вам, конечно же, помочь. А чем помочь? В первую очередь финансами. Может быть, тут вообще все, что угодно. И главным образом будут помогать вам, конечно, люди добрые, добрые, с сердцем любящим. Вам могут помогать ваши любимые люди, то есть это ваши спонсоры. Вы можете и от детей помощь получать, если вы уже пенсионер, и от возлюбленного, если он намного старше вас. Здесь перспективы для девушек, конечно, по херону. Вы можете быть на обеспечении мужчины, либо получать от него регулярную помощь. То есть не факт, что вы тоже можете работать, но регулярно он вас спонсирует. И домохозяйкой, и выйти в декрет, и выйти в отпуск по уходу за ребенком, имея при этом средства к существованию. Хороший месяц, вот такие подарки, помощи материальной, прежде всего, вас ожидает это. И запомните, что с 29 декабря уже остановите все такие важные процессы, особенно денежные. Потому что ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января. Это время для отдыха, для того, чтобы вы что-то делали, к чему-то стремились, но тише едешь, дальше будешь. То есть не спеша, уже не спеша, уже никуда особо не торопясь. И, в общем-то, все делали только из любви к себе. Это тот случай, когда даже лень вам показана. Это уже про январь, напомню вам. Так что помните, что прокрастинация — это чаще всего способ вылечиться. И лень, особенно если вы обременены чем-то, это способ спасти себя. Отдыхайте побольше в январе, соизмеряйте свои силы, своими возможностями, будьте разумными эгоистами, любите и будьте любимы. Подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите заказать свой личный гороскоп на 2023 год, сейчас перед вами мой номер телефона, вайбер, ватсап, телеграм и электронная почта. Пишите, заказывайте свой гороскоп на 2023 либо любой другой гороскоп, который вам нужен. Я составляю все возможные гороскопы. Ставьте лайки. Всего доброго.